Субтитры делал DimaTorzok Хорошо. На субботник должны выходить все. И обязательно чистить, особенно свои дворы и прилегающую территорию. Вот чиновники будут деньги выделять на уборку. Дворники будут работать, будет чисто. А остальное это так. Как вы считаете, вообще субботники это благое дело для природы, для людей? Для природы, да, для людей. Я считаю, что должны быть службы, именно специальные, которые будут убирать это. Чтобы у них была фиксированная зарплата, чтобы они убирали, чтобы это не люди делали. Ну и люди не сорить должны. А как вы считаете, есть ли такая закономерность, что больше всего убираются те, кто меньше всего мусорят? Ну, выходит, да. Потому что они более относятся ответственно к своему городу, к месту, где проживают. Те, кто безалаберно, так скажем, относятся. Где захотел, там бросил. Он и на субботник не пойдет, и за деньги не пойдет, и вообще никак не пойдет. Ему все равно. Вы не считаете ли это пережитком прошлого, субботник? Да нет, это нужная вещь. Как? Надо приучать к труду людей, чтобы они за собой убирали. А что ж хорошего, если все будут сорить и не убирать? Как со всем коллективом выходишь, убираешь территорию, потом вот по такой красоте ходишь, конечно. А в этом году уже участвовали в подобном мероприятии? Нет, еще холодно. Будете? Обязательно. К субботникам очень положительно. Сама их организовываю, только в Питере, в колледже. Я не ходила ни разу на субботник в школе, но это, конечно, очень полезно, что в субботник люди собираются, прибирают город, но я ни разу не ходила на субботник. Вот вы первый человек из всех опрошенных, кто сказал, что не ходил. А почему? Да как-то времени все не было. Впереди майские праздники. Целых раз, два, три, четыре, пять дней отдыха. Их, конечно, можно провести с пользой для себя, а можно провести с пользой для природы. Собрать мусор, который вас окружает. И я уверен, что такое занятие и времяпрепровождение будет полезно не только для вас, но и для всех жителей города. Собирайте мусор и доброго вам утра. Субтитры подогнал «Симон»